Вопрос, который волнует очень многих. Латте и латте макиято. Как разница и в чем отличие приготовления этих напитков? Основным отличием этих напитков является временной отрезок. То есть в кофейнике третьей волны, которые так называются, готовят латте, которые ничем особо не отличаются от капучино, кроме объема молока. То есть это чашка, стандартная, как и капучино, но большего объема. В свою очередь латте макиято отличается от латте тем, что он будет разделяться на слоя. Это будет шо-тэспрессо, это будет пенка и будет непосредственно молоко. В кофейнике третьей волны очень часто составляют такой напиток для ассортимента, поскольку люди привыкли видеть латте в такой посуде, в таком стакане и разделен на слоя. Есть также небольшая разница в объеме этих двух напитков. А латте макиято у нас не может превышать 250 мл, поскольку стакан такой идет вообще на 220, он стандартный. А уже латте классический может достигать до 350 мл. Главной особенностью 350 мл делать двойную закладку эспрессо, чтобы чувствовалось кофе, чтобы не размывалось на молоко. А уже в классическом стандартном латте, который мы будем сегодня готовить, обязательным условием есть двойной шот эспрессо, для получения правильной пропорции кофе и молока. Переходим к практике приготовления напитков. Так делаем двойной шот для приготовления нашего стандартного латте в такой чашке. Разравниваем кофейную таблетку, темперуем. Проливаем нашу крупу, для того, чтобы температура немного спала и излишки кофе. Вставляем холодный, подставляем нашу чашку, в которой мы будем готовить латте. И ждем приготовления. Двойной шот эспрессо готовы, сейчас будем взбивать молоко. Сейчас приступим к второму этапу взбивания молока для приготовления латте. Продуваем наш цинок. И взбиваем наш молочковый лавьон. Продуваем стиннер, вытираем его сразу, чтобы молоко. Размешиваем молочко, чтобы структура была однородной и пенка не смелая делиться от молока. И заливаем в наш латте. Латте макиято отличается от латте тем, что сначала мы взбиваем молоко, наливаем молоко в стакан. После чего шот эспрессо вливаем в это молоко в спеннинг. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Мы будем готовить эспрессо сначала, делать его в сливочник. Вот такого плана. После чего будем взбивать молоко. Итак, готовим шот эспрессо. Темперуем. Проливаем группу от излишков, кофе избавляем. Вставляем в холдер, вставим в наш сливочник и готовим эспрессо. Итак, наш шот готов. Сейчас мы взбиваем молоко. Продуваем стиннер. Вставляем его в питчер и эмульгируем молоко. Прогреваем до 60 градусов и выключаем. Вытираем наш капучинато. Продуваем паром, чтобы не было остатков молока. И на этом этапе мы заливаем молоко в стакан. Делать это можно аккуратно по стеночке. Оставляем немного пространства для того, чтобы влить наш шот. Делаем немножко времени от слоя яйцепенки. И будем заливать сейчас наш шот эспрессо. Делаем это в центр, посерединке. Тонкая струнка. Сейчас можно увидеть, как эспрессо с молоком смешалось. И через пару минут оно будет отдельно каемкой, отдельным слоем. Расслоится от структуры молока и от структуры пенки. Итак, поговорим о плотности напитка. Чем они отличаются в лате и в лате макиято. Плотность стандартного латы, который готовят в кофейнике третьей волны, достаточно однородная. По типажу, то же самое, что и капучино, только больше объемом молока. В лате макиято отличается от просто латы тем, что оно разделено на слоя. Вы можете увидеть пенку, вы можете увидеть кофе эспрессо. И можете увидеть уже внизу самое осевшее молоко. Поэтому желательно его помешать трубочкой перед тем, как пить. Следующим отличием между этими двумя напитками есть подача напитка. Для стандартного латы у нас есть блюдце, ложечка и сахар, конечно же. Ставим. Кладем сахар. И мы готовы подавать напиток. Для подачи латы макиято у нас есть также блюдце, но уже немножко шире объемом, больше в диаметре. Также есть сахар. Мы положили салфетки. Коктейльную ложечку, то есть длинную, большую. Она отличается от чайной тем, что у нее длинная ручка. И обязательно подача трубочка. Трубочка для того, чтобы напиток можно было смешать, смешать все слоя. Итак, мы ставим напиток. И особенностью также в этом напитке есть то, что мы через вот это ушко, которое находится в стакане для напитка латы макиято, мы протягиваем сюда трубочку. И фиксируем ее ложкой. Вот таким образом у нас сервируются два напитка. То есть подача также у этих напитков немного отличается. Некоторые кофейнии третьей волны не используют в своем ассортименте больше латы макиято, поскольку это считается уже немножко мувитон. Другие кофейнии третьей волны вводят ассортимент как латы макиято, чтобы не терять тех людей, которые привыкли все-таки к трехслойному напитку. Так вводят и стандартные латы, которые больше по объему отличаются. Причина только объема молока. Мое личное мнение, что отказываться от латы макиято все-таки не стоит, поскольку действительно очень много людей привыкли к этому напитку. Они даже радуют глаз подачи напитка с трубочкой, радуют глаз стаканчик, он такой более женственный что ли. Поэтому если вы хотите действительно быть в тренде, но тем не менее не терять гостей, не терять тех людей, которые к этому привыкли, едите действительно два этих напитка.